Компания «Беларусьнефть» полностью отменила свои планы по продаже, по перекачке нефти в Германию на 2022 год. Вообще по экспорту в Западную Европу, по нефтепроводу «Дружба». Надо сказать, что уже четвертый квартал нынешнего года показал приблизительно такую же картину, когда экспорт нефти «Беларусьнефтью» снизился практически до нуля. То есть, если еще первые полгода что-то там шло через трубу, то к концу года этот ручеек иссяк и, соответственно, иссяк еще один кошелек Лукашенко. То есть, один за одним закрываются дыры, которые давали возможность незаконному белорусскому диктатору хоть как-то поправить свое финансовое положение. Напомню вам, что «Беларуськалий» сейчас, по всей видимости, все-таки закроет, его экспорт будет закрыт при помощи конкретно литовских санкций. То есть, Литва наложит на конкретное предприятие свои собственные санкции. Таким образом, это предприятие не сможет использовать литовский порт Клайпи. Другие заводы попали под санкции, такие как «Белаз», «Маз», «МТЗ» и так далее. Они попали под санкции. Некоторое время, конечно, они протянут, потому что есть определенные внутренние резервы. Есть связи с Россией, которая покупала и будет покупать их продукцию. Но, вы все прекрасно понимаете, Россия благотворительностью никогда в жизни не занималась и заниматься не будет. Соответственно, как только они видят, что продавать продукцию данного завода некому больше, они являются единственными эксклюзивными покупателями, сами прекрасно понимаете, что цены рухнут в тот же день. И ничего хорошего этим заводам уже ждать не приходится. Соответственно, вот еще один кирпичик из стенки, поддерживающий режим. Это «Беларусьнефть», которая, по большому счету, отдает Богу душу.